дорогие господи братья и сестры участники этого круглого стола христос воскресе помолимся царю небесный утешителю души истины иже везде сои вся исполняет сокровища благих и жизнеподателю приди и вселись явные очистенные всякие скверные спаси блажа души наша дорогие друзья предоставляется приветствие приветственное слово иерею сергию тростянскому научному секретарю института исследования восточного христиан спасибо отец и тихий дорогие участники я очень рад вас видеть и спасибо вам всем что значит за организацию этого круглого стола и за так сказать ваш вклад в изучение традиции исихазма сегодняшний круглый стол у нас очень интересный я так понимаю что он в большей степени посвящен философским проблемам исихазма и связи с этим важность этого стола как бы достаточно серьезная я надеюсь что мы сможем внести определенный вклад в понимание как бы сущности и элементов исихазма значит исихазм на данный момент это как бы исторический и современный культурный религиозный феномен который имеет очень широкое распространение значит говорят о глобализации исихазма а его так сказать вождение во все сферы жизни не только значит на его там исторической родине условно говоря или так сказать на территориях и как бы в культурах где исихазм так сказать был исторический укоренен но и в америке в том числе но вот хотя не как бы сама сущность и границы этого понятия могут быть не настолько хорошо определены и я надеюсь что сегодняшний круглый стол нам поможет как бы скажем так прояснить вот эту ситуацию да что мы понимаем по естественные так сказать концептуальные там территориальные исторические границы какова его роль в современной культуре поэтому я предлагаю считать наш стол открытым и значит передаю слово обратно отцу Евтихию и отец Евтихии уже представить всех участников спасибо спасибо боже на нашем сегодняшнем столе первое первое сообщение нашего главного организатора будущей конференции по язык асму профессора богословского факультета софийского университета имени святого климента охрицкого доктора ивана христова сообщение называется трансформация философских понятий сущности и энергии в учении святителя григория пола пожалуйста мало проблема с микрофоном пожалуйста теперь уже извините я не сообразил богословите отец пожалуйста также я хочу сделать презентацию давайте Сергей, там надо... Сергей, are you ready? You want me to start the recording? Добрый день. You're muted, Сергей. Доктор Хрисов, пожалуйста, по-моему... Только я бы хотел свой экран поделить. Да, да, да. Своим экраном поделиться. Вы нажмите у себя шерст-скрин. Да, я нажал, пожелаю еще. Приветствую всех. Извините за опоздание. Христос воскресе. Поистину воскресе. Да, только хост как-то выключил возможность участникам делиться экранами. Надо к этому сказать. Надо попросить. Там у тебя есть... Вы-ка посмотрите. Сейчас. Минутку. То ли это вот здесь. У вас полном экране уже? Да, хорошо у нас. Замечательно. Вот тема моего выступления. Трансформация философских понятий сущности и энергии в учении святителя Григория Паумей. В настоящее время существует дискуссия о том, куда следует отнести учение святого Григория по сущностей и энергиях. В излотийской философии ли? В таком случае она будет рассматриваться как философия, как определенная культурно-историческая форма существования философии в Византии. Даже сторонники этого тезиса рассматриват на ее учение как сердцевину византийской философии. Или следует отнести ее к христианской философии, то есть рассматривать это учение как богословие, пользующееся элементами философского языка. Сам я преподаю христианскую философию и понимаю ее именно таким образом. Само употребление слова философии не следует нас смущать. В первые веках христианства, вы знаете, с апологетической целью часто христианские богословия пользовались знакомыми и значимыми словами для язычников. Такое слово является философией, это в их представлении является вершина мудрости, это любовь к мудрости. И вот христиане поставили несколько иной акцент, пользуясь знакомым для язычников словом. Они говорили так, ну ладно, раз вы занимаетесь любовью к мудрости, следует познать саму мудрость. И в начале слово философия пользовалась для монашеской жизни, для жизни в Христа. Это чисто в апологетической цели, целью нахождения общего языка с культурными слоями древнего общества. Во времена святых отцов кападокийцев уже в христианском смысле философия приобрела значение богословия, которое пользуется языком высокой культури, в том число философскими выразительными средствами. И во все века впоследствии мы наблюдаем, что богословие в той или иной мере, в том или ином контексте может употреблять философские выразительные средства. Это совершенно не меняет его суть. Оно остается богословием. Можем говорить, вернее, о специфическом пласте богословия, где присутствуют знакомые слова из философии. Но вот здесь святая большая проблема, буквально ли воспринимается философский язык для нужда богословия, или, сказавается, духовный контекст. Об этом еще заидет речь. Можно ожидать, что значение понятий трансформируется в этом контексте, а иногда сами понятия могут изменить свою семантическую функцию и превратиться в своеобразных ментальных символов. Подходим к рассмотрению учения святого Григория. Всем нам хорошо известно, что у него имелся отличное философское образование. Это тоже характерно для Византии, что там отсутствовали богословские школы в современном смысле слова. Богословы получали то же образование, как и все остальные. И с важный акцент в общем образовании в Византии занимала философия. Точно таким образом приходило обучение святого Григория от свидетельства и его патриарха, святого патриарха Филофея Кокина, из его биографической книги. Григорий настолько преуспевал физическом, логическом и вообще във всем аристотелевском учении, что тот, которым все восхищали с многообразной мудрости и науки ми, и имел в виду велика Валагафета Феодора Метахита, организовал беседу Григория перед царем о логическом трактате Аристотеля и, услышав то, что исходило из его уст, он был так поражен юноше, что не мог сдержаться и не мог скрить своего изумления, но пораженный тут же обратился к царю словами. Если бы здесь присутствовал сам Аристотель, то он бы высушил и воздал ему немалую пахвалу. Надо сказать, что Этнит не только у святого Григория была введущаяся, отличалась от введущим сезнанием философии, но видите и славянский первоучитель, святой Кирил, который, кстати, почитал сет церковь в средния века как святой Кирил философ, он тоже съчетал интерес к философии и к богасовию. Очень выразительное свидетельство за святого теофилакта Охридскава. В своем житие святого Климента Охридскава он пишет и о Кириле, что он великий в днешней, то есть физической философии, но и шо более велик в внутренней, то есть в христианской философии, имея истинное знание о природе сущего, он тем более имеет такое знание об едином сущим, которым все получило свое существование из небытия. Когда мы читаем пространное житие святого Кирилла, мы многое узнаем об его обучении по философии, но очень мало о его заниманиях философии, то есть имеется, когда говорят, когда святой Климент рассказывает о философских заниманиях святого Кирилла, он просто дает тот фон, тот образовательный фундамент, который позволил ему в течение своей миссионерской деятельности аргументирует свою позицию, християнскую позицию и убеждат язичников. Вот как раз обетен очень сильно ставится акцент в его умении проводить дискусию с беседниками иных вероисповеданий. И очевидно акцент в другом. Святой Кирилл философ именно в том втором смысле, о котором мы видим, что говорится о Клименте, то есть он философ в почитании церкви именно как богослов. Съвременное употребление этого слова смушает. У нас, знаете, такая сильная тенденция отменить его. И в последнее время в медиах и даже и в церкви вошел в обиход не очень коректная форма. Святой Кирилл славяно-болгарский. Это в многих отношениях неправильно. Но, видите, есть такое смушение от слова философия, которое неуместно, если будем говорить, о времене святых отцов, в византийском периоде. Это противопоставление философии и богословия основательно в более позднее время, но не тогда. Я сформулировал эту проблему, которую вы видите на экране. Да, безусловно, смотря на тексты святого Григория Паумы, мы находим в нем знакомые философские понятия, понятия аристотелевской первой философии, метафизики, сущности, энергии. Но в том же ли смысли они употребляются, как у Аристотеля, я однажды позволил себе експеримент с студентами и на первом же занятии дал им листок с атривкам из съчинения святова Григория и попросил угадать, кто би мог написать такое, причем я дал три варианта философ, православный богослов и еретик. Надо сказать, что из зала, правда это было только первое занятие, из зала только един из студентов угадал, что это православный богослов. Основная часть решила, что это философ, но никак не богослов. Грех на душу взял пару студентов, определив этот текст как еретический. Так, раз мы видим знакомые философские понятия, мы должны остерегаться вот этого первого варианта, которого вы видите на слайде. Само присутствие этих понятий не меняет их мысль, не трансформирует ее в философскую компанию, а скорее наоборот, духовный контекст, можем ожидать, что духовный контекст каким-то образом меняет содержание понятия или даже трансформирует ее в смысловую функцию, превращая его в своего рода ментальный символ. Нам следует осторожно работать с текстами Святого Григория и хорошо знать тексты Аристотеля. Вот так сложилось у меня, что у меня изучение его учения идет параллельно с изучением и изданием Аристотеля. И вот это наше двуязычное издание. Пока вы видите первые пять томов вышло. Это важно для того, чтобы знать, из чего исходили и конкретно разобраться, из чего исходили, и от чего отталкивал се Святой Григорий, в чем своеобразие его философского слова употребления. И, конечно, для изучения самого Аристотеля подобные сопоставления очень важны, поскольку в наши славянские традиции мы поздно пришли к необходимости изучать его учения. По сути дела, это имеет место в новое время, когда в наших странах возникла потребность установления культурных институций Запада, Западной Европы, такой как университет. И, соответственно, следовало также обратиться и к источникам университетской традиции на Западе в основе философского, ну и вообще образования, в базовых факультетах искусств стоял как раз Аристотель. Наши предки, переводчики, первые переводчики с греческого на звенском, они Аристотелем не интересовались это само собой, они переводились в душеспасательные книги, переводили сочинения святых отцов. Правда, кое-где бывало, что проходил комментарий на категории Аристотеля, но это было именно в богословском контексте в связи с нуждами христологии и кое-какие элементы сильно отличаются от автентического Аристотеля, то есть есть такая волна своеобразной христианизации. В любом случае сам Аристотель не занимал наших предков, поэтому мы навёрствуем теперь. Для подобных работ хочу показать, мы разрабатываем также электронные инструменты на открытом доступе, каждый из вас может легко зайти на нашу страницу, есть индексы, греческие индексы к тем изданиям Аристотеля и Световой, ну вот Иоанна Маскина в данном случае. Вы можете посмотреть на определенную форму, греческую форму. То есть цветовая легенда указывает, вот только у одного ли автора встречается данная форма или у двух, когда в синем, то и у двух. Но это направление работы, видимо, будет продолжаться. Сказав философских успехах Светова Григория и за которых он был приглашен в двор императора, чтобы вы прочитали лекцию, у нас есть очень интересное свидетельство о философском образовании в поздней Византии. Именно такова рода била образование Светова Григория. В греческих коментатърах на Аристотеля, издатель 18-тала тома, Михаил Хейдък, възпроизвил текст греческою рукописи 13-тала века, храняше се в Ватиканска и библиотеки. Здесь съдержится списък из 15-ти имен, начинай с 1-го и ключа 13-тала века. Перечислене 34 коментария и немалая част, больше половины из них по логике. Надо сказать, что самое популярное среди них были написаны християнами, Йоанн Филополном и Левън Магентинъм. От Йоанна Филополна читали с 5 коментария, от Лева 4. Що касается коментариев на метафизику. В данном списке присутствует Александър Афродизийски, но в Византии имели храждения. Также коментарии на метафизику, светово-патриарха Фотия, Михаилия Ефескава и Георгия Пахимера. Начало спора между святим Григорием и Варламом, но так получилось исторически, была связана с методом богословия, как это не может нам сегодня показаться странным. Святой Григорий защищал логику, в то време он уже был манахом на свято горо, на Афония. Константинопольски професор Лором, наоборот, отвергал вообще применима с логики богословио. Стехватите прочитать подробнее у меня обетен статей на сайте Академия. Сейчас в наше време, кога занимаются толкованием отношения святого Григория к логике, либо работают внутри таких фундаментальних богословских планетий, как сущност, атрибуты, это несколько в западном плане, не православно, либо в полне оппозиции сущности и энергии, либо просто ограничиваются более нейтральным, познаваемым и непознаваемым в Боге. Совершенно элементарно, быстро постараю сказать, в чом состоит аристотелеское учение обе энергии, где имеют место в нем учение о логической форме, логике. И потом посмотрим, что утверждал Варлам, совершенно коротко, чутко, и что изменило се святого Григория. Вот на это материале, споряя логики, сможем наиболее явственным образом увидим, что изменило се у христианского богослова в понимание сущности и энергии, под сравнение с Аристотелем, с тем философским фундаментом, на который был хорошо знаком святому Григорию. У Аристотеля центральное учение это абсолютной сущности, а самобытной сущности. Он является язичником, знаете, у него совершенно нет понятия боги-тварца, есть учения боги, но никой ему образа не е тварца. Мир са вечен богу, поэтому его сущность и сущность вещей в нем она самобытная, самодостаточная, поэтому в философской традиции совершенно основательно принято переводить усию в аристотелевском употреблении, языческом употреблении, как субстанция. Аристотель решал проблему бытия, выдвинув это понятие, и когда он толковал смыслов понятия бытия, он ввел такое понятие, которое для нас имеет особое значение, энергия, то есть это активность. Аристотель учел совершенно очевидный и всем понятный факт, что данная сущность, которая напрямую нам недоступна, раскрывает себя в своей активности, сущность имеет предметность для нас, она существует благодаря этой активности, окажется, в других семинарах делал простую аналогию с человеческой личностью, это делает данное учение более понятным, по аналогии это можно отнести и божественные личности, в чужую душу заглянуть нельзя, но каким-то образом для нас явственно вот эта недостижимая сущность человека, его существует, то есть имеет бытие, и именно благодаря ее активности мы судим личности ближнего таким же образом и по отношению к божественной личности, никоим образом ее не можем знать, но она имеет для нас бытие и познаваемо в той мере, в которой это возможно человеку, благодаря своей активности и энергии. Аристотель толкуя, что такое субстанция, вводит специфический термин тот и и не, извините, тот и и не. Это является модифицированим вопросом, которым начинал свои беседы Сократ в поисках истины, ТСТ. Только здесь Михаэфиски толкует в каком смысле сделана эта формула на базе сократического вопроса. Так или иначе, эта сложная формула обозначает сам предмет, сам объект и его природа мислимая взаимосвязана и сложена и как единое целое. То есть это такая объективно существующая сущность, не та, которая дана в человеческом уме, без различий, без экспликации субъект предикатной формы, то есть это идеальная сущность предмета, где все составляющие Эйдаса даны целокупно вместе. И вот для нашего познания, в том числе демологического познания, имеет значение синергийная активность с ума. Значит, наш ум упражняет энергию, которая синхронна соответствует активности самой объективной сущности. если в данном случае субстанции, если она раскрывается в своих активностях, то человеческий ум делает что-то подобное, аналогическое, является соработником этой активностью. и то, что объективно данной сущностью является взаимосвязанной и сложенной как единое целое, оно получает развертывание и подсчет составных частей. Таким образом, для начала вводится отличие между определяемым и тем, чем мы его определяем, субепредикативная форма, которая в основании определения. Потом это определение мы стараемся обосновать и между двумя терминами определения ставим третий, средний термин, таким образом получаем силогизм, а под конец призадумываемся, какие бывают типы силогизмов на заключении и находим те из них, которые являются доказательством. Это, коротко говоря, содержание аристотелевского учения сущности и энергии и логической формы. Хорошо зная аристотелевское учение, Вароам делает следующие выводы. Раз субстанция является понятием в аристотелевском учении, это именно так, то оно состоит в понятийной сети, семантической сети, наряду с другими понятиями, как бытие, энергия, логическая форма, то, что мы наблюдали только что. Во-вторых, благодаря этой понятийной сети, через энергию, через активность человеческого интеллекта, логические формы обеспечивают понимание не только бытия объекта, но и само его сущности. Это очень характерно для Аристотеля, очень сильно передавал значению логики, до такой степени, что принимал существование умозаключений даже для произведения искусств. Его възход к Богу вообще является логической процедурой и анализа. На этой основе в западные средневековья создали учения, так называемых трансценденталиях, исходя как раз из тех текстов второй аналитики, где Аристотель говорит о восхождении в родовидовой иерархии, в результате логического анализа. И далее в понимании воролома Аристотеля важной частью эссенциализма Аристотеля является то, что он считает, что категории имеют троякое значение, формы бытия мыслей языка, категории есть такое триединство бытия, мысли и языка, поэтому логическая форма, являющаяся орудием познания субстанции, имеет онтологический смысл. Это выражается в том, что сами объекты присутствуют в нем как термины. Это очень важно понимать, когда мы читаем корреспонденцию Воролома и Святого Григория раннего периода, где Воролом настаивает, что сама природа силогизма такова, что Бог, сам Бог присутствует как термин в силогизме. Ну и потом, не только здесь проблема терминов, проблема в том, что как бы согласно Воролому и Аристотеле Бог становится термином в само заключение, но еще и логический вывод вносит проблему, у него онтологический смисъл, он объясняет причина, связанная с субстанцией. Иоанн Филопон толкуя аналитики Аристотеля, дает множество примеров и толкований о том, что силогизм является средством познания причинности в всех ее формах. Ну и видите отсюда следует вывод Варолама. Почему логическое деказательство не применимо в Богослови? Въпрех, оно будет претендовать на разкритие само изслушности Бога. Да, если буквално следуват Аристотели, это было бы именно так. Въвтарих, сам Бог будет присутствовать как термин, как малый термин в силогизме. И накъдец логическое деказательство объясняло би причинность внутри Бога. Конечно же, все это абсурдно и на этом основании Варолам на первый взгляд весьма благочестиво отвергал использование, вообще использование логики в богословии. В предварительном порядке проблема Варолама в том, что он слишком прямо следует Аристотелю, не задумываясь в том, что логика может перетерпеть логические основания и логики могут перетерпеть основания изменений, когда применяются в богословии. И именно это сделал Святой Григорий и Палма как я описал в свои публикации в каком-то смисле он прередил время и десубстанциализировал логическую форму. Это в европейские традиции случилось достаточно поздно в начале XX века в связи с изнаквеновением математической логики. Перед тем как конкретно посмотрите, что сделал Святой Григорий и что бы ответить в Арламу. Несколько общих слов об христианской трансформации учения Аристотеля. Ее можно наблюдать уже в первые века. Явственно присутствует у святых отцов капотокийцев. Я писал в других своих публикациях тоже этом. Во-первых, видите, что характеризирует аристотелевское учение сушно, его учение, вернее, субстанции. поскольку сейчас будем сравнивать с христианством, чтобы не путаться в терминах, условно здесь будем использовать тоже сущность, так Аристотель по сути дела не отличает сущность Бога от сущности мира. Если есть отличие, то в степени, это отличие в степени совершенства. Божественная сущность Аристотеля это чистейшая и высочайшая сущность, но по сути дела она та же самая как сущность мира. И поэтому у него сущность мира са вечно божественной и самодостаточна, ей не нужен Создатель. Как мы все знаем, Бог, согласно Аристотелю, е всего лишь целевая причина благодаря тому, что он совершен, что он вызывает стремление к уподоблению себе, подражанию, но он никакой образом не творец. Это важно сказать, отсутствие отличия между сущностью Бога и сущностью мира. Во-вторых, сущность по Аристотелю постижима для человеческого ума и подлежит определению. Это было видно из того, что я говорю о понимании места логики учения Аристотеля. Древние коментаторы в конце античности резюмировали основное положение учения Аристотеля, определяя в усию как самобытную вещь, которая для своего существования не нуждается ни в чем другом. Поэтому аристотелевское понятие лучше переводить как субстанции, визуете самодостатъчности, абсолютности, сущности. Но теперь подходим к самому важному. В христианском богословии сущност не една, две. Божествена и тварна. Сущност Бога совершенно отлична от сущност и мира. Еще мир сотворен, а Бог не сотворен. Тварна е сущност. Мира не са вечна божествен и сущности и не може бить самодостаточни. Наоборот, Бог е отварец. Еще важный пункт отличие. Сущность Бога непостижима для человеческого ума. Совершенно не так считал Аристотель. Мы не в состоянии определить ее, у нас нет понятия строго на списление ней, поэтому Аристотельское понятие уси именно как понятие неприеменимо к Богу. Наши слова должны переменяться к ней как обозначение, но не как понятие. Наоборот, сотворенная сущность почти нестежима для человеческого ума, но она сотворенная и несамобытная, поэтому древнее определение сущности не может быть механически переменено к нему. Его следует изменить. И мы знаем, что в византийских философских школах занимались обсуждением этой темы, пересмыслили концепцию Аристотеля, говоря о уси не как о самобытной, а как о самосущей, то есть у него производное бытие, Бог создал мир, надарил его своей природой, своей сущностью, и благодаря этой дарованной Богом природой мир в составении поддерживает свое существование, то есть он самобытен, но не самосущ, и это относится к сущности тварного мира. Она самосущая, но не самобытная. В отличие от Аристотеля, Святой Григорий радикально разделил сущност, Божия сущност, Божия въблития. И възпорезовал съм одном изначении божия в метафизики Аристотель, в смысле, божия в смысле энергии, силы и энергии, Аристотель в метафизики, делает анализ понятия божия, дает четыре значения. У Святой Григорий специально воспользовался именно энергией, а все остальное осталось тем же самым по Аристотелю. Что здесь принципиально важно, то, чем я и начал, если сущность и энергия, то есть бытие, отличаются радикально друг от друга, то тогда наша логическая форма, наши логические формы, наши занимания тем, что мы даем определение, строим силогизмы, занимаем следыказательствами, има отношение к сфере энергии, к сфере божественного бытия, тем, той сфере, к которой Бог открывается для нас, где происходит по словам святого Дениса и Репагития прошествие Бога, саму сущность наши рассуждения никоим образом не затрагивает. Тем самым опровергается критика варуама, что если применить доказательства и в общелогическую форму благословий, то это претенция к разкрытию божественной сущности, на кое не имеет места. Въвтарих отпадает проблема с присутствием самого Бога в качестве термина в силогизме. Съврешен не Бог присутствует в силогизме, а слова, которым мы обозначаем его энергии. И так же отпадает проблема с логическим выводом, что он якобы будет разкривать причинность в Боге, ничего подобного не имеет места. раскрывается отношение между божественными именами, конечно, что-то между энергиями в Боге. Говоря о всем этом, следует иметь в виду, что святой Григорий защищал применение логики в богословии и причем не в всех формах богословия, в самой низкой его ступени это катафатическое богословие. Святой Григорий достаточно четко и понятно говорит в рядах, что богословие это применение человеческих способностей, правильное применение, применение человеческого ума. Ум был создан для того, чтобы познавать Бога, но испав в соблазн, возгардившись своей способностью познавать, он предпочел остановиться на творении, а не възходить к его Творцу, чтобы служить человечески жизни. Тоест, конечно, что тебе служи тело и таким образом он перестал бить образом Божиим, поэтому богословие, как учат Святой Григорий, тем обязана обратит назад ума к Творцу, именно в богословии ум опять занимается познанием Бога. Это во-первых. Во-вторых, в высших степенях богословствования в мистическом богословии происходит своеобразное покаяние ума. В мистическом богословии ум выходит за пределы утверждения, отрицания, за пределы логических законов и таким образом, то есть он осознает свою немаж и занимание богословием в данном случае как бы помогает отвертиться от этой гордости, на которой стало причиной грехопадения и омутнение образа Божия в человеке, поэтому от богословия в конечном счете помогает для восстановления чистоты божественного образа в нас. Ну, видите, понятие сущности, во-первых, в християнском плане, в той християнской традиции, в которой създавал свое учение Святой Григорий, изменило свой смысл. сущность толкуется не как самобытная, как самосущая вещь тогда, когда у нас вообще может быть понятие о ней, и это имеет место только по отношению к сотворенной сущности. Что касается сущности Бога, там понятие неприменимы, и в данном случае мы пользуемся словом сущности, а не понятием. Это принципиально отличает христианское понимание богословское от философского. У Аристотеля есть своеобразное философское понятие Бога, как чистая энергия. Это самая чистейшая сущность из всех в мире. Бог Аристотеля не е внемирный, это просто самая совершенная част всего мира. Второй важный момент, который мы только что рассмотрели, это то, что в богословском употреблении сущности и энергии энергия тревается от сущности в таком смысле, что между ними проводится разница. Достаточно сложен вопрос по отношению сущности и энергии, но ни в коем случае нет тождества, как это имеет место или тенденция, к которому очень сильно имеют место у Аристотеля и тенденция, которая была принята в западном богословии. Скажем, у Фоми достатъчно четко бог бог тълкувается как акто спурос, т.е. чистая энергия именно в аристотелевском смысле слова. Фома отвергает существование и патенции в бога, именно аристотелевска и употребляемые богословии и духовное содержание, в котором они употребляются. кажется, пока все. Спасибо вам за терпение. У вас выключен микрофон. Спасибо Боже, доктор Кристо. Достаточно много вопросов накопилось и пожалуйста прошу использовать всех чат, но в любом случае после остановки записи будет общение. Тут наши исследователи хотят поговорить с профессором Кахристовым как организатором конференции и по поводу докторантура. Следующий доклад сообщения называется «Неклассическая религиозно-философская парадигма в контексте эзихазма». И вот сообщение будет проводить протеерей Виталий Игнатьев, доцент кафедры философии первого Донецкого медицинского университета Украины. Здравствуйте, Воскресия. Я думаю, можно убрать презентацию, потому что профессора Иоанна Христова. убрать диссертацию? Отец Сергий или Вы профес сами уйдите? Да. Здравствуйте, уважаемые участники семинара. Еще раз Христос Воскресе. Хочу предложить вам короткую информацию о предмете моих исследований эсихазма с точки зрения современной философии. Мне представляется это полезным как для восприятия эсихазма уже современной философии, так и для перспектив самого эсихазма, как такового для его для того, чтобы видеть его перспективы в современном мире. актуальность осмысления темы эсихазма в контексте философской парадигмы состоит в том, что современное постмодернистское мышление отрицает возможность мыслить концептуально, утверждает, что традиции или парадигмы это лишь игра логики, в то время как эсихазм является вот той духовной практикой, которая имеет длительную историко-религиозную традицию, духовного опыта, насчитывающего уже около двух тысяч лет. А во-вторых, вот как и сегодня подтвердил профессор Иоанн Христов, эсихазм это такое христианское мистическое мировоззрение, которое само обладает уже мощной теоретической богословской традицией. вот сочетание первого и второго не случайно делает эсихазм ядром культуры восточно-христианской традиции. Однако, однако практика и теория эсихазма на протяжении тысячелетий оставалась на периферии западноевропейской классической философии, выступая скорее аномалией, чем нормой христианской теории жизни. Поэтому теоретически эсихазм сводился к конфессиональной особенности православной культуры, а это явление, как правило, было отождествлено сначала с особенностями монашеской жизни, которая уже в свою очередь часто сводилась к практике отдельных групп монашества, представляющих значительное меньшинство по сравнению с общепринятым способом монастырской жизни. И это привело к внутренне противоречивому отношению самих христиан к этому ядру православной традиции. Безразличное или даже негативное отношение к эсихазму со стороны фундаментальной классической европейской мысли и такое противоречивое состояние внутри православной традиции обусловлено на наш взгляд влиянием именно классической философско-религиозной парадигмы, господствующей с античности и до девятнадцатого столетия. Поэтому представляется необходимым рассмотреть эсихазм в контексте неклассической религиозной философской традиции, которая начала систематически формироваться в современной религиозной философской мысли. Тем не менее, рождение целого спектра неклассических методологий с конца девятнадцатого века, особенно в течение двадцатого века позволило воспринять и ввести в теоретическое поле исследований те явления, которые классический подход не мог себе позволить. Поэтому всплеск заинтересованности практикой и теорией эссихазма в середине двадцатого века не случайно совпадает с процессом активного формирования элементов неклассической парагигмы фундаментальной философии, особенно в сфере методологии. Здесь предлагается вот сейчас схематический и довольно-таки беглый обзор фундаментальных элементов неклассической религиозной философской парагигмы в контексте эссихазма. Ну, начнем с понятий. Само понятие не классическая философская парагигма. Как правило, в современной истории философии используются в смысле методологии, разрабатываемой в конце девятнадцатого и в протяжении двадцатого века в качестве альтернативы логоцентризму. На наш взгляд, кроме эпистемиологической проблематики, это понятие требует расширения и введения в его поле исследований всего спектра фундаментальной философии, метафизики, антологии, антропологии и социальной философии, элементы которых формировались в разные периоды истории философии. Итак, первый и самый важный элемент метафизика и антология. Первый кризис фундаментальной философии был связан с классической метафизикой в эпоху античного эллинизма. В ответ на это раннее христианство формировалось как сознательная метафизическая и онтологическая оппозиция античной метафизики, о чем сегодня также говорил профессор Иоанн Христ. Аесихазм стал тем феноменом, который создал целый корпус еще и практического метода достижения истины. При этом есть ли же классическая или античная философия формировалась как абстрактно идеалистическая метафизика, вот о сущности чего сегодня мы слышали, то христианская формировалась как персоналистическая и трансцендентная метафизика с дуализмом в антологии. Классические метафизики противопоставляется персоналистическая метафизика непосредственного присутствия Бога личности. К сожалению, по разным причинам византийская философия, которую можно рассматривать как источник неклассической метафизики, и по сей день остается недостаточно изученным и философски нераскрытым феноменом. Исихарская традиция имеет свой метафизический и антологический источник, которым выступает христианская патриистическая теология. Принято считать, что православная теология есть форма неоплатонизма. На наш взгляд, это теоретическая ошибка и историко-философский стереотип. Да, неоплатонизм начал активно развивать энергийный дискурс антологии, который именно этим и выходил за пределы абсолютизации античного мышления, сущностного мышления. Но, тем не менее, для него не свойствен христоцентрический персонализм. Именно, христианский персонализм сформировал основу совершенно новой философско-богословской традиции, которую мы предлагаем называть не классической, но в отношении сформировавшейся классической или античной. Это первый момент. Второй и наиболее сложный, о котором сегодня мы сейчас слушали в докладе Ана Кристо, эпистемология или методология. Несмотря на творческое истолкование многих античных понятий, несмотря на попытки формировать альтернативу античной философии в качестве богословия, патриистическая теология методологически продолжала оставаться в основном в русле мышления классической генесиологии и философской теологической системы, что заложило внутренние методологические противоречия истолкования внутри самого эсихазма. Западноевропейская традиция формировалась на принципах античной аристотелевской логики. Именно с этим связано неприятие эсихазма главным оппонентом Палама Варлаама. Именно с этим связано выпадение эсихазма из западноевропейской классической парадигмы. Именно с этим связана недооценка эсихазма внутри и самого восточноевропейского христианского дискурса. Именно поэтому антиэсихазский образ жизни в современном православии становится нормой даже для духовно-практической монастырской жизни, где эсихазм не является теорией и практикой молитвенного делания. Методология эсихазской теории не могла развиваться в качестве в контексте методологии классической европейской традиции. Несмотря на элементы формирования неклассического подхода отдельными мыслителями, Максим Исповедник, вот Григорий Палама, сегодня мы слышим о его перетолковании отношений к самой логике. Систематически такая возможность открывается со второй половины девятнадцатого века, когда начал формироваться целый спектр неклассических методологий и в качестве альтернативы гигельянству, который стал не только вершиной, но и символом классического логоцентризма. Самое важное, что отрицает все-таки эпистонологию неклассическую от логоцентрической. Основой же методологического праксиса в асихазме составляет антология опыта, которая в непосредственной форме человеческой жизни существует как переживаемость, субъективность, что является, кстати, недостатком в классической философии. При этом в данном случае основоположность субъективности в переживаниях понимается как категория всеобщего в чувственной форме. Так, если эмоция это субъективность на уровне отношения организма к окружающей среды, то чувство, которое необходимо отличать от эмоций, это субъективность как способ нравственного бытия человека. То есть чувство как предмет эстетики имеет не физиологическую, как считает классическая философия, а нравственную природу, что создает этико-эстетическую, а не логическую основу неклассической методологии. Таким образом, если антология сущности проявляется через мышление, то энергийная антология на уровне человеческого или честного бытия проявляется как чувство. эстетического. Именно поэтому основой неклассической гношиологии есть не логос, а эстезис. Но при этом надо иметь в виду, что нельзя отождествлять эстетику, ну, классическом понимании, как мы понимаем, как модус такой, классической методологии низшего познания по отношению к мышлению, ну, на уровне ощущений, с эстезисом. Эстезис выражает антологическую ценность чувства. Кстати, к этому приток подошел сам Кант, но подошел к этому. Именно отсюда вытекает духовное значение красоты, как проявление истины, Христа, Бога. Поэтому в истории и теории исихазской традиции это требует феории, то есть созерцания, а не рефлексии, которая носит не интеллектуальный характер, а требует включения всей целостности человека, включая преображенную телесность. Поэтому, к примеру, вот методология экзистенциализма в центре философства ставит чувство как непосредственное проявление бытия на уровне личности, противоставляя себя опосредованному рациональному мышлению. Не классическая методология формируется не как субъект объектное отношение, что характерно для логоцентризма, а как субъект субъектное отношение личности человека с личностью Христа взаимодействия. Это и определяет не абстрактную, а личностную, а значит этическую антологию. Таким образом, этикоэстетический элемент вне классической философии становится определяющей частью когнитивной функции. Вот просто выхожу из какого-то сейчас такого академического нарратива, вспоминается почти такая полуанекдот, когда приходит к священнику один молодой человек и говорит, я не знаю, зачем вот эта красота в этом храме, зачем это все, мы же понимаем, что Бог не в этом, зачем это все. священник помолчал, помолчал и сказал очень, на мой взгляд, гениально, не знаю, детям нравится, а дети воспринимают непосредственно ощущение истины, до логического еще, хорошая мысль приходит всегда опосле. И третий элемент, ну, я думаю, это вершина, момент антропологии, который вытекает, конечно же, из персонализма, из христоцентризма, концентрированным проявлением кризиса классической философской парадигмы стала сфера философской антропологии. На фоне эссенциальной, такой, сущностной, абстрактной антропологичности философских систем античности и модерна социальные проекты научно-технических цивилизаций 20 века привели человека к статусу незначительного винтика в большом каком-то социальном механизме, в котором даже техника занимает лучшую аксиологическую нишу, нежели реальная инконкретная личность. То, что мы должны сказать как ипостасность. Вторая половина 20-го, начало 21-го века, это период активного проявления различных форм неклассической антропологии. постмордерн фуко, богословие Мейндорфа, синергийная антропология Хоружева и так дальше. Предметом неклассической антропологии становится праксис антологической трансформации личностного бытия, что всегда было и остается целью именно иссихарской традиции. Именно в этом суть антропологии Григория Аполлана, который по большому счету является основоположником вот этой неклассической антропологии. В отличие от классики, вершиной философии и богословия есть не познание в смысле гнозис, а практическая трансформация бытия, праксис. Дуалистический подход неоплатонизма базируется именно на гнозисе, сочетающем разум с Богом. Ну, Аристотеля, это идея Аристотеля, как своеобразный такой, ну, у неоплатоников это экстаз, выходяющий, выход мыслений из-под рабства плоди. Таким образом происходит своеобразное рассечение человека, а оттуда вершины познания есть освобождение мышления от любых представлений и образов, ведущих к абстрактному боговидению, в то время как православное богообщение, сопровождающееся созерцанием нетварного, божественного, фаворского света, требует иного понятия. И вот фундаментальным понятием практики эссиказма является синергия, которая есть не только ядром в православном мировоззрении, но и имеющим универсальный характер в антологии и антропологии неклассической философско-богословской параде. В таком толковании антропологический дискурс открывает эвристический и методологический потенциал для всего комплекса гуманитарного знания, в результате чего мы можем быть о своеобразной экспансии неклассической антропологии в современных сферах гуманитарных проблем. Теория и практика эссиказма с ее христоцентричностью, ипостасностью, холичностью, целостностью, а значит и телесностью человека есть источник фундаментальной структуры, формирующейся неклассической философско-богословной вершиной которой есть философская антропология. Не случайно антропологизация продолжает быть локомотивом развития и философии и богословия и даже естественно научных сфер исследования 20-го да и 21-го века. Какие же перспективы взаимодействия философии эссихазма? Казалось бы мистика и философия. Я очень благодарен профессору Иоанну Христову который говорил о том что по большому счету нельзя бояться этих понятий. Необходимо говорить о толковании мышления философии. Неклассическая религиозная философская парадигма позволяет раскрыть потенциал практик и теории эссихазма для современной культуры. Определить перспективу новых социальных форм и практик которых оружие кстати определяет как эссихазм в миру. Опыт традиции эссихазма является таким историческим явлением которое указывает не только на непрерывность а еще и на историческую нелинейность духовных процессов затухания снова возрождения а значит и процессов формирования самой неклассической парадигмы что в свою очередь позволяет объяснять периоды возрождения и упадка эссихазма в истории эссихазм есть дядро не только восточно-христианской речи христианства это феномен который в свернутом виде таит в себе современную универсальную теоретическую концепцию которые вопреки постмодернистскому мышлению позволяют утверждать и хранить истину а самое главное стяжать ее в практике личного бытия следовательно анализ эссихазма в контексте философской парадигмы имеет достаточный эвристический эффект для самой философии открывает новый горизонт философствия она оказывается парадоксально открытой относительно автономная по отношению к классике системы философствования способной оценить сильные черты классичности о чем говорил Григорий Палама но одновременно позволяет осмыслить пределы последних при этом неклассическое философствование может развиваться как негомогенная плюральная система хотя с другой стороны это не система которая релятивизирует философию к тотальной деконструкции потому что неклассическая антология формируется на трансценентальном христотирическом персонализме неклассическое философствование находит важное место для религии которую она философия не поглощает и не может это сделать религия становится тем сокровенным но не обязательно иррациональным возможно иннорациональным началом и концом любого философствия что никак не может допустить за собой классическое философии идея концептуализации разных сфер неклассики в единый философско-религиозный дискурс на основе исихазской традиции принадлежит хорошим тем не менее к сожалению неклассические формы философии формировавшиеся в разные периоды истории в разных сферах современной философии до сих пор остаются в мозаичном состоянии и не имеют единого дискурса ну и как вывод итак если метанойя это перемена ума то на парадигмальном уровне пришло время научиться по-другому видеть истину это значит преодолеть классическую теорию поднявшись до феории созерцания личности Христа без которого не происходит теозис преображения личности без которого личность теряет свою антологичность ипостасность без которого личность превращается в складку след пустоту функцию для этого недостаточно отбросить классическую религиозную философскую традицию что делает современное мышление необходимо ретранслировать органон эссихазма в контексте современной религиозной философской парадигмы в свою очередь если этот религиозный философский поворот произойдет то процесс внутренней трансформации фундаментальной философии позволит под другим углом взглянуть на практическое богословское наследие самого эссихазма что позволит саму традицию воспринимать как традицию то есть живую сквозь времена и формы а не только как историко-культурный религиозный феномен таким образом эссихазм для современной философии является задачей именно задачей которая требует решения в современных условиях а не инсталляции историко-культурной музейной ценности ну и для для того чтобы я не могу понять куда я зашел секундочку для того чтобы завершить я хотел бы продемонстрировать буквально один слайд чтобы вы поняли почему на наш взгляд на наш взгляд не вписывалось не вписывался эссихазм в классическую концепцию и почему секундочку сейчас да вот если можно посмотреть если видно видно сейчас вам это да хорошо видно и вот я схематически описал вот элементы не классической и классической вот предмет в кламм не классическое что сущее не классическое кто ну это совершенно разный исход дальше отсюда и персонализм потому что кто а отсюда и абстракционизм отсюда абстрактная антология ну и содержание понятное дело там необходимо познание а тут необходимо соединение с энергией ну и формы проявления этого всего в антологии в методологии в антропологии совершенно разная задача и методы то есть на мой взгляд естественно что эсссихазм не может выписываться в сфере классической парадигмы и в данном случае не классическая она существует но в данном случае не хватает немножечко такого концептуализации того что формировалось начиная еще и с Максима с Григория Палама и так дальше и не случайно эстезис который является какой-то особенностью православия получает вот такой вот глубокий не рефлексивный результат а вот антологический смысл отсюда красота отсюда результат отсюда феория света это все-таки антология красоты ну вот если коротко все что я мог сказать если понятна моя мысль спасибо отец Виталий я думаю что после следующего доклада будет обсуждение много вопросов у вас вот сейчас сообщение Елены Петриковской кандидат философских наук доцент кафедры философии Одесского национального университета имени Мечникова Украина доклад называется синергийная антропология как методология понимания практик достоинства и ограничения на примере осмысления феномена социального языка пожалуйста Добрый день уважаемые коллеги спасибо вам за организацию этих семинаров для меня как для человека который посвятил свою жизнь философии философскому образованию это прекрасная возможность понять особенности богословия православного богословия и понять те труды и те теории как например философию Сергея Сергеевича Хорожева которые пытались соединить философию и православие и поэтому я в общем-то выступила с предложением такой темы я думаю я думаю что как раз на примере осмысления именно социального эсихазма можно раскрыть некоторые достоинства и ограничения синергийной антропологии Сергея Сергеевича ну прежде всего честно говоря про конкретно вот до этого до ограничений наверное я пока не добралась в своих размышлениях но может быть и сегодня они прозвучат потому что в голове так сказать это еще пока работает итак вот несколько слов об авторе синергийной антропологии который известен как теоретик эсихазма и эсихазской антропологии это Сергей Сергеевич Хорожий теоретик эсихазма и эсихазской антропологии по сути дела он создал возможность создал как сейчас говорят нарратив эсихазма он так сказать открыл эту тему для широкой общественности я думаю что многие люди пришли в православие и остались в нем во многом благодаря работам Хорожева по крайней мере на так сказать постсоветском пространстве так скажем что он сделал он философски осмыслил вот эту мистическую мистико-аскетическую традицию православия за что как уважаем в православном мире как теоретик и как практик как я неоднократно слышала от православных он большой практик именно этим он в первую очередь ценен для этих людей но скажу также что в философском мире отношение к нему сложное вот философской общественности и я знаю людей которые работали с ним его в секторе института философии российской академии наук отношение сложное и честно говоря когда он ушел из этого мира то у меня было ощущение кто продолжит кто продолжит эту работу кто будет дальше заниматься вот этим теоретическим осмыслением я пока не очень понимаю кто продолжать понятно что так сказать в другом русле в другом направлении работа ведется и пытаются труды и значит выводится понимание вопросов православного богословия в том числе и стихазма но то как это делал так как это делал Сергей Сергеевич я в общем не очень понимаю кто сейчас это делает но мне просто интересно было бы узнать честно говоря об этом значит в принципе его философской среде характеризовали как философа который раскрывает актуальность и современность духовных традиций духовных практик духовных традиций в общем целом религиозных традиций этот момент мне кажется важен и собственно вот теперь я хочу сказать может быть отсюда рассуждение где его достоин ограничения сразу сразу скажу я думаю что Сергей Сергеевич отдавал себе в этом отчет и как и автор любой другой концепции возникшей вот на этой почве вот я так сказать после изучения довольно долго уже интересуюсь этой теорией и синергийной антропологией и конечно прихожу к пониманию что Иссихазм реальное явление которое требует обстоятельного изучения и это феномен не только исторический но и современный актуальный явление и событие для многих и конечно анализировать его нужно с разных сторон с использованием разных теорий я думаю что одним из вариантов такого осмысления стала синергийная антропология Сергея Сергеевича и нам очень важно ее не догматизировать не развеличивать ни фигуру Сергея Сергеевича ни его терминологии его тибериальный аппарат слова и так далее потому что он тоже искал он искал он создавал язык который бы мог передать суть Иссихазской традиции значит это действительно было создание языка он шел к этому много лет мы знаем что я помню студентка заканчивала вуз и купила как раз таки это была уже перестройка купила книгу дептих безмолвия где вот которая значит как там это было уже переиздание того что он писал стол и это появились такие работы для меня это было новым и удивительным это было как раз 90-е годы вот и ну он ее так сказать опубликовал то что он делал в 70-е 80-е годы то как он думал ну и дальше конечно его мысль в общем-то работала очень активно вот особенно в условиях такого интереса к православию возрождению и безусловному общественному признанию где-то даже признанию вины за совершенные в прошлом ошибки он был на пике интереса потом этот интерес в общем-то спадал я помню и обсуждение в Киеве по-моему в институте философии была конференция по синергии или синергии и значит по истихазму эти конференции если мне не изменяет память 13-го года большую такую конференцию сам Сергей Сергеевич организовывал ну я не думаю что она прошла очень удачно вот это такой синтез подходов в общем-то не был ну заявлен что ли доминировал там хорошие и у многих вот особенно после его ухода вот и дальше сложилось такое восприятие что значит ну истихазм надо вот трактовать именно в русских оружием а по-другому это невозможно я думаю что нужны другие версии значит анализировать я думаю что это будет полезно и богословам я считаю что такой богословско-философский диалог очень будет продуктивен в современных дискуссиях и реконструкции значит вот исторического и духовного наследия вот ну вот действительно не знаю может быть я долго останавливаюсь на этом вопросе просто важно что оружие стал знаковой фигурой в православном мире на постсоветском пространстве он в общем-то сформулировал свою позицию как неопатристическое богословие значит то есть он присоединился к неопатристическому богословию или синтезу Георгия Флоровского и по сути дела вот уже на этой основе развивался энергийную антропологию по сути конечно и в богословии Флоровского а также как и в богословии неопатриста Владимира Лоского такие потенции к оформлению именно антропологии православной антропологии была интенция потенция возможностей и так далее и я думаю что Сергей Сергеевич конечно реализовал их вот уже по значит идя по работам Флоровского и Лоского в большей степени конечно Флоровского вот подбирая философский язык для вот такого категориального осмысления православия ему приходится этот язык вообще говоря изобретать он в общем-то здесь не идет дорогой той как паламы и такого средневекового византийского категориального аппарата он его активно объясняет по сути дела он его интерпретирует тот язык средневековый византийский язык византийского богословия и ищет в общем-то форму интерпретации этого языка подбирает значит эту интерпретацию для современного мира этот таким образом то что он сделал удовлетворило конечно интерес и по-прежнему удовлетворяет и будет я думаю удовлетворять интерес к духовным практикам к мистическому опыту одновременно подвергая их философской рационализации вот хорошему свойственно показывать потенциал этих древних духовных практик христианских духовных традиций православные традиции для конечно решения многих проблем современного человека мистический опыт как он считает призван освободить человека от пустоты бессмысленности опустошенности позволит обрести ему гармонию собственного существа и ну вот он с этого обычно начинает вот ну и об этом уже говорилось сегодня что в общем-то в синергийной антропологии хорошего исихазм показан или по крайней мере он стремился все время к этому показать исихазм как действительно методологию я собственно поэтому и так и назвала методология исследования практик это методология исследования он к этому стремился ну антропология как вот любая сегодня очень кстати это активно обсуждаемая тема что в любом вопросе который сегодня связан с этим как поступить биоэтика гуманитарная экспертиза и так далее и так далее прежде всех этих вопросов должна стоять антропология собственно что мы закладываем в понимании человека вот как аксиому каким мы его видим каким мы представляем его цели телос как говорил оружие и так далее вот если мы так сказать понимаем вообще человека и понимаем как мы его понимаем мы можем уже дальше в общем-то создавать некие рекомендации заниматься уже практическими вопросами и так дальше и так дальше то есть тут обязательно первой идет антропология вот для него это было очевидно сегодня многие говорят и значит не только в религиозной философии или философии православия Харужей представлял в своей синергийной антропологии исихазм как глубокую антропологию оригинальную форму описания бытия человека и мира отношения человека к миру при этом это описание при этом это антропология актуальна для нашей эпохи она значима она работает она не должна быть потеряна и она имеет свой важный ресурс это действительно было услышано и он умел многих единомышленников тогда сейчас меньше как мне кажется ну по крайней мере в среде философов и тут я вообще говоря вижу какой-то призис понимания его позиции вот представить исихазм как универсальную мировоззренческую парадигму антропологию в конечном счете это ему свойственно теперь что это дает ну значит что дает синергия антропология значит как это можно в нескольких пунктах выразить во-первых это дает четкую ясную трактовку личности вот акцентируется внимание на личности доказывается ее кому доказывается внешним наблюдателям внешнему миру доказывается присутствие проблематики личности в православии этим занят был в свое время Владимир Лоский Хорожий здесь в общем-то опять идет в ту же тему потому что это не совсем понятно знаете вот это очевидно богословам священникам религиозным людям христианам но светскому интеллектуалу нужно доказывать сегодня что православие на очень высоком уровне поднимает проблему личности вот я как работающая в университете много лет помню как мы утверждали темы дипломных работ философов и преподаватель при утверждении профессор философ при утверждении одной из тем засомневался что это можно вообще описать потому как собственно явно разработанной концепции личности православие нет было сказано им и вот так сказать меня это всегда подвергало страшное такое негодование но тем не менее вот слышала своими ушами и передаю и собственно хорошему персонализм православия и то как работает это на практике приходилось вот специально оговаривать обосновывать зная компанию в которой он находится вот нужно было передать также своеобразие именно православной персонологии как он говорил персоналистских установок православного богословия вопрос совершенно непрасный актуальный и требовал обсуждения второй момент что он делает в синергийной антропологии это феноменологическое описание вот мы помним что феноменология скезы называется знаменитая его книга работа где он действительно тщательно описал словарь ну описал создал по сути дела предложил словарь исихазской антропологии где вот собственно в основном работал как феноменолог значит для понимания исихазского опыта он сделал ставку на феноменологию идя здесь в основном вслед за Хайдегером споря вместе с Хайдегером под влиянием Хайдегера с Декартом и его сущностной антропологией вот ну и значит пытался в то же время как бы работать как философ и значит на основе чистого опыта выстраивая новую антропологию которая была бы альтернативой классической антропологии значит показывая возможности энергийного богословия разъясняя его и по сути дела продолжая работу философского обоснования православного энергетизма то что я называю вот коротко для себя философии православия я думаю что эту работу начинал когда-то Лосик Алексей Федорович Лосик и вот его продолжателями следует я думаю считать Сергея Сергеевича Хоружева и Владимира Бибихина они коллеги друзья и были и сохранилась статья переписка по поводу перевода смысла богословия Григория Паламы на значит русский язык значит что действительно понимали под энергией в том веке как понимался Аристотель Бибихин посвятил этому университетский курс под названием энергия потом он значит издал это в виде книги у него была переписка с Хоружем по этому поводу ну в общем это и есть как бы попытка философски обосновать православный энергетизм и быть корректным в этом обосновании значит опираться на источники на оригинальные тексты в общем такая работа параллельно работе богословок философии велась и я надеюсь будет продолжена но действовали они вот во многом под влиянием уже традиции заложенной Алексеем Лосевым вот в отличие хотя нет ну тут нет отличия от Лосева просто Лосев другими проблемами занимался в свое время а вот Хоружий конечно сосредоточился в своей синергии антропологии именно на духовных практиках которые он называет островками чистого опыта здесь между прочим во многом он наследник Декарта ну здесь есть некая такая вот выучка философская когда вот нужен чистый опыт и Гусарли он нужен был чистый незамутненный всякими значит стереотипами и готовыми концепциями и вот возможно на основе именно такого условно говоря для опытного подхода он старался показать так сказать вот важное содержание исихазского опыта опыт то время когда он этим занимался опять же под влиянием того же Павла Флоренского значит и идущих за ним и в том числе вот в те годы 90-е уже многим понимался как отправная точка для значит такого такой философского оправдания что ли исихазского богословия в общем ставка на феноменологию если коротко во втором пункте в третьем значит Хорожий привел православный энергетизм вот в своей энергийной антропологии в связь с антропологией собственно и показал собственно каким образом тема энергии практикуется лучше не скажешь каким образом человек стяжает путем стяжания благодати возводится к синергии обретает начаток обожжения опытно переживаемый по свидетельству подвижников как отверзание чувств и созерцание нетварного света нужно было объяснить что такое трансформация подвижникам своих энергий он такое объяснение предлагает и ставит вопрос каковы те особенные свойства антропологических энергий антропологических энергий которые достигаются в духовной практике и являются необходимыми для соединения с божественной энергией он считает что это не эмпирический вопрос а вопрос философский и богословский и значит ищет ответ на этот вопрос этому в первую очередь посвящена синергия антропология в четвертых он занимается реантрологизацией то есть он возвращается к потерянному как он считает и вслед за Хайдегером к потерянному утраченному философии онтологическому различию между бытием и сущим и вводя это онтологическое различие он старается заново обрести доступ открыть этот доступ к открытости бытия вот ну и собственно по понятным причинам его философии это невозможно сделать провести эту реантрологизацию без религии здесь он в отличие от Хайдегера свою религиозность заявляет и вот как раз таки на примере православного богословия показывает что человеческое бытие нельзя понять без обожения вне обожения вот собственно в пятом здесь происходит коррекция гуманистической модели человека коррекция такого персонализма который получил развитие в 20 веке и на западе оно утвердилось закрепилось и вот так и понимают личность персонализм персоналистская философия антропологию вот оружие по сути дела объявляет что понимание того что такое человек еще впереди а главное понимание того что происходит с человеком в ходе духовных практик еще впереди это надо изучать изучать серьезно двигаться дальше в этом вопросе ну и помним что собственно вот этот институт человека и журнал человек которым он занимался очень активно и оставил после себя этот журнал сейчас очень серьезный хороший философский журнал он носит такой междисциплинарный характер и он как раз таки Сергей Сергеевич разрабатывая свою концепцию свою антропологию он значит открыл разговор открыл диалог между представителями разных дисциплин разных сфер знания для того чтобы так сказать эта модель создаваемая модель антропологии была действительно интересной актуальной глубокой и так далее и так далее в общем тут предполагался такой диалог в том числе между наукой и богословием вот вот так и складывалась энергия антропология как методология изучения духовных практик не как некая догматическая концепция а вот скорее как путь исследования изучения духовных практик вот я конечно не буду повторять вот все так сказать лучше меня знаете особенности и этих духовных практик и того как их объясняет Хоружий и это несложно узнать хотя бы по его работе феноменологии аскезы вот события я думаю вот в культуре 20 века в православном особенно мире вот я только хочу отметить что на мой взгляд вот он задал свои 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 концепции он предложил некую стратегию интерпретации духовных практик и ее можно обсуждать с ней можно работать и действительно вот отталкиваясь от нее двигаться дальше мне кажется что это определенная интерпретация она кстати сама как интерпретация является тоже разновидностью практики дискурсивной практики это то есть определенное понимание духовных практик и их специфики это надо отделять и понимать вот ну и значит на собственно эту стратегию интерпретации которую предложил Хорожий вот оказало влияние его его время его время его значит задачи которые его время ставило перед ним и которые на которые он действительно реагировал всем своим существом вот влияла философская ситуация он двигался от Хайдегера к Фуко это хорошо видно в его статьях которые он публиковал в философских журналах например такая статья вопросов философии как исихазм как пространство философии где он в общем-то анализирует те методологии философские на основе которых можно интерпретировать исихазм и одной из любимых его методологий была конечно философия его генеалогия так скажем генеалогия генеалогический метод вот в общем вот это междисциплинарность или как сейчас говорят трансдисциплинарность многомерность и пересечение дискурсов философии искусствоведения политики значит богословия и все это оформляется под влиянием конкретных социокультурных обстоятельств духа времени так скажем вот это особенность синергии антропологии Сергея Сергеевича Хорожева ну вот наверное время мое вышло в общем-то и единственное что если можно то вот просто начинали мы там несколько месяцев назад с темой социального иссихазма и я собственно как бы начала и тему подала по этому поводу вот я думаю что как раз таки ограничения этой методологии связанные с возможностью объяснить вот социальный хорожей ограничивает себя вот антропологии как интерпретации внутри человеческой реальности вот того что не должно выходить как бы во мне оно естественно оно выходит но основное внимание это как метод интроспекции это вот то что происходит со мной что делаю я с собой чтобы себя преодолеть обожиться ну и так далее и так далее и вот он говорит что ну спорит с Пуко что не путайте это с техниками себя чаще всего он и поэтому кстати говоря он много полемизирует с плотониками их пониманием практик философских духовных и так далее традиций но действительно в последних работах у меня есть его последняя работа которая была из в Нижнем Новгороде если не знаю память в 20 каком-то году в 19 или 20 году и посвящена она вот теме эссихазма социум и я слушала его лекцию в Риге где он собственно пояснял применение своей синергийной антропологии своей трактовки эссихазма к анализу современных социальных процессов и значит как это может быть объяснено с позиции его синергийной антропологии то есть ассоциум он говорит в этих своих последних выступлениях вот но в основном это разбор радикальных антропологических трендов то есть он так он назвал такие антропологические феномены где значит человек современный старается стремиться осуществить над собой радикальные изменения это такие антропологические практики в которых современный человек радикально меняет себя ну и вот естественно он использует эти случаи эти практики для того чтобы показать достоинства и актуальность все-таки духовных традиций вот он он их критикует но как мне показалось вот собственно как работают в социальном пространстве и сихарские практики это так и не получило развития вспоминая то что цитировали вот вы когда предлагали нам участвовать в этом семинаре ну действительно мне кажется в конце жизни остался при этом мнение что исихар не работает на социальной проблематике ну ничего по крайней мере я пока спасибо спасибо Елена Сергеевна мы надеемся что вы будете участвовать в конференции вот если профессор Христа вас пригласит там недалеко же от Одессы к Софии и предлагаем вам сделать один из вебинаров ваш университет ваша кафедра может сделать если три докладчика то один из вебинаров вы можете возглавить провести и давайте помолимся а потом перейдем к обсуждению и подведению итогов хорошо достойно и разумеется он был учителем греческого языка он ему помог обратиться к классической древности в этом гуманистическом плане конечно есть есть влияние варлама но что касается византийского богословия я не думаю что он каким-то образом ему мог повлиять и учительство оно конечно всегда является важным фактором но смотря в каком контексте оно проводится Петер Аристотель был учеником Александра Великого Александр Великий сделал свою мировую империю и обратил ход истории вопреки Аристотелю вопреки его пониманию естественного рабства Александр приобщал своему правлению варварских владетелей Варлам был учителем конечно не только он был так же и учителем Джован и Бокачо но да интерес к классической древности и възможност читать в оригинале источники ето конечно очень важно но тот контекст который нас събрал кажется Варлам не повлиял спасибо боже вот следующий вопрос Виталию Игнатьеву значит что современная философская парадигма взяла направление западное Варлама не понял вопрос древности философская